Всем привет! Как же написать свою простенькую игру? Вы узнаете в этом видео. Точнее не под этим видео, а под этим видео будут ссылки на все части. Итого, есть 8 частей. В этих 8 частях мы пишем такую игру Сакабан. То есть вот будет конечный результат. Можно будет выбрать уровень и можно будет двигать ящики. Можно будет натупить и уже не выиграть. И можно будет нажать кнопочку и уровень перезагрузится. Вот, эта игра не доделана. Что тут не доделано? Ну, к примеру, если мы... Даревки-палки натупил опять. Короче, если мы пройдем этот уровень, никаких уведомлений не будет. Это нужно будет доделать. Ну, как и те, кто уже давно подписан, смотрели мои какие-то лекции. У меня был Сакабан консольный. Потом там паратрупер, потом еще что-то там вроде было. Вот, и они частично не доделаны. То есть где-то основная часть сделана, но нужно допиливать. То есть в целях образования это раз. Во-вторых, когда вы видите, вам что-то может не понравиться, подходы. Но мы все художники, мы так видим. Вот и все. Поэтому вы можете делать по-своему. Вот. Ну и где-то намеренно, может быть, чуть усложнено было. Где-то чуть упрощено. Где-то еще как-то. Но в любом случае, это мое видение. Тем более, я делаю это как образовательные ролики. И вот, соответственно, вы, смотря мои видео, в данном случае, вот эти 8 частей, посмотрев каждую из них, вы можете сделать свои реализации. То есть не так, как я это делаю. А вот посмотрели часть первую и чуть-чуть добавили что-то своего. Сделали часть вторую. Так вот, эта игра у нас на C++ с использованием QT, QGL виджета. Вот. И в ссылке, то есть под видео будут ссылки на каждую из частей. Советую каждую из них посмотреть. Вот. Если вы еще ничего не начинали. Ну, что-то подобное. Вот. То есть первая часть, это у нас просто создание OpenGL-ного окошечка. Наброска какого-то каркаса. Вторая часть, вторая часть, это добавление вот самого меню, но без возможности выбора. То есть я сейчас стрелки нажимаю, ничего не работает. Третья часть. Третья часть, это уже мы можем перемещаться по меню. Даже нажимать на выход. Заходим в какие-то подпункты. И ничего не происходит. Вот. Четвертая часть, четвертая часть, как бы визуально все то же самое, но там мы уже учимся загружать уровень из файла. То есть в данном случае уже будет загружаться уровень из файла. Пятая часть. Пятая часть. То есть мы загружаем количество уровней и делаем, как видите, вот такую штуку. То есть можно будет выбирать и более того еще и как бы смещаться, да, скроллить. Вот пятая часть. Шестая часть. В шестой части визуально, по-моему. А, в шестой части визуально что? Мы выбираем уровень и рисуем просто сетку. Вот у нас первый, точнее нулевой уровень. Дальше первая сетка больше. И там девяностый. Вот. Большая сетка. Дальше седьмой. Седьмая часть. Седьмая часть. Мы эту сетку рисуем и кроме всего еще и рисуем текстурки. Вот. Но двигать ими нельзя. И восьмая часть заключительная. Это мы рисуем текстурки и управляем вот нашим роботом. Игроком. Вот. Вот собственно и все. Поэтому подача материала, ну может быть кому-то понравится или не понравится. Это дело такое. Я старался как мог. Соответственно, если канал будет развиваться, развиваться так как хотелось бы. Если нас будет много, мы будем делиться этим видео. Там лайкать, комментировать, писать свои предложения. То подобного рода программы будут появляться. И они будут посложнее. То есть возможно это будут уже какие-то маленькие динамические игры. Змейка, танчики там и т.д. и т.п. Там статические. Ну в общем. Но на это все требуется немало времени. Чтобы это все подготовить. И подготовить так, чтобы сходу можно было писать видео. И рассказывать вам, что я делаю. И чтобы оно работало и собиралось. В целом, имея более-менее какой-то опыт. При написании подобного рода приложений. Либо просто иметь опыт работы там немного с OpenGL. Знать C++. Какие-то основы, части. Уметь работать с QT и DE. То такого рода программы. То есть в данном случае это одна из самых простых игровых программ. Она может написаться там может быть за день. Вот. То есть это в среднем. То есть тут большая часть будет на продумывание. Что, как сделать. На продумывание. Можно сказать маленькой архитектуры. А дальше просто кодирование. Вот. То есть где-то день. Ну может два. Вот. Не знаю. Вот. Поэтому. Смотрим ссылки под видео. Там будет на каждый этот урок. А в каждом этом уроке, соответственно, будут ссылки на GitHub. Ну на эти части. Вот. Ну и ссылка, конечно, непосредственно на всю саму игру. Вот. Поэтому. Я надеюсь, вам это понравится. Вы захотите продолжение каких-то других игр. Возможно, пишите в комментариях к этим видео. Какие бы вы еще хотели бы простенькие игры. Это не означает, что я сразу же начну их делать. Вот. Но. Я буду иметь в виду. И если мы вырастим. Очень сильно вырастим. А это зависит и от вас. То, конечно же, такого рода программы будут появляться. Вот. Но. Написать это одно там за день. Эту программу. А подготовить этот материал для подачи вам. И плюс записать по каждой части видео. Это совсем другое. У меня в сумме это ушло, не знаю, может около недели. То есть утром я пишу ролик. Дальше целый день работаю. Работу. Потом утром приехал. Пишу второй ролик. Дальше работаю. Работу. Ну и так далее. То есть довольно-таки сложновато совмещать это хобби и работу и семью и все остальное. Поэтому, ладно, хватит разговоров. Смотрим видео. Комментируем. Пишем свои игры. Все. Ставим лайки. Ну и дальше вы знаете. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.